Слава Господу! Мы благодарим Тебя за этот день, который Ты даровал нам. По милости Твоей, Господь, мы здесь. Ты Бог наш, Ты наш Спаситель, Ты наш Целитель. Господь, и мы бесконечно благодарны Тебе за все, что Ты совершил для нас. Ты умер за нас. Ты воскрес наше оправдание. Ты спас нас от ада, от смерти, от происподней. Господи, слава Тебе и хвала. И пусть уста наши никогда не умолкнут, чтобы славить и прославлять Святое Имя Твое. Ты великий, Господь, во всех путях, во всех делах. Господь, Ты неизменный в Своем завете. Ты верный в Своих обетованиях. Господь, и мы, как церковь, мы приносим в этой молитве все те нужды. Господь, Ты знаешь и слышал эти имена, Господь, которые звучат в молитвах сегодня от детей Твоих, Господь, за своих близких, родных, за братьев, сестер, которые в нужде, которые в больницах, которые проходят через болезни, сложности, трудности, скорби. Ты скорый помощник в наших бедах. Ты открываешь руку и насыщаешь благами просящих у Тебя. И мы молим Тебя, приди, Господь, в жизнь каждого, кто сегодня болен, немощен. Пусть сила исцеления наполнит. Пусть всякая немощь уйдет, оставит Твоим Иисуса Христа. Мы провозглашаем Твое божественное исцеление, запрещаем Духу болезни, запрещаем всяким сложным, смертельным диагнозом именем Иисуса Христа. Запрещаем Духу рака, запрещаем диабету именем Иисуса Христа. Господь, пусть сила Твоя пропитает внутренности, органы, ткани, исцеляющая сила Твоя, Господь, и да придет полное восстановление и исцеление, Господь. Мы молим Тебя, Дух Святой, приди прямо сейчас. Мы приносим каждую нужду при лицом Твоем в ожидании, в уповании, в вере, Господи, то, что Ты не проходишь мимо каждой нужды. Благосоветное собрание, Господь. Ты знаешь тех, кто сегодня, Господи, при лицом Твоем, кто с открытым, чистым сердцем ожидает, Господь, Твоей благодати, силы. Благосоветное наше участие в заповеди Твоей сегодня. Господи, мы молимся за детей, благословляем детей, благословляем внуков, родных, близких наших, благословляем служителей, благословляем наш город, нашу страну. Господи, мы также молимся за эти приношения даяния. Пусть все эти собранные средства, которые были пожертвованы от всего сердца нашего, пойдут на те дела, в которых Твое Святое Имя будет прославляться. Будет проповедано Евангелие, Господи, спасаться души. Пусть те нужды, которые церковь сегодня имеет, Господи, будут восполнены, благослови, по богатству благодати и силе Твоей. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. И весь народ скажет Аминь. Слава нашему Господу. Дети, если есть, вы можете повезти детей на воскресную школу. Присаживайтесь, братья и сестры. Мы также сегодня поздравляем семью Царевых. Вы знаете, нашего брата Виталия Царева. У них годовщина сегодня. И мы благословляем их и поздравляем. Сегодня хлебопреломление. И мы будем обращаться к Писанию. И место Священного Писания, которое мы с вами рассмотрим, это Евангелие от Матфея, 15 глава, 19 стих. Здесь написано, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это скверняет человека. Тема моей проповеди – сердце как источник зла. Надеюсь, вы не осудите меня за эту поднятую тему. Но почему сегодня, вот я решил порассуждать об этом, я стал слышать различные мнения о том, есть такое общераспространенное мнение, когда мы говорим о какой-то истине в Священном Писании, то мы, я бы так сказал, говорим ближе к правде, когда мы обобщаем, когда это не касается нас. Но когда касается нас, мы можем ссылаться на то, к примеру, мы взяли вот эту тему сердца, то мы как-то начинаем уходить от истины. Мы начинаем объяснять наши проблемы. Мы не говорим грехи, мы говорим проблемы. Мы находим слова-синонимы, которые более мягко звучат. И мы начинаем уклоняться от истины. Мы даем объяснение тому нашему поведению, нашим заблуждениям, нашим собственным промахам. Мы говорим, ну это социальная среда. Я рос в такой семье. Это моя вот субкультура такая. Я рос. Мы можем говорить про культуру, семью, воспитание. Росли мы без родителей, были воспитаны в детском доме или еще что-то. И в этом есть некое оправдание для нас. Мы находим для себя оправдание. Потому что вот виновата, в принципе, семья там или еще что-то не получил должного внимания от родителей. Не дали образования, не дали то. Но заметьте, друзья, это истина, о которой говорит сам Господь. Он говорит, что источником всякого нравственного зла является его собственное сердце, человеческая суть, сердце. Знаете, в Библии так много говорится о сердце. Тем, которые уже прибыли новые сердца во Христе, говорится, больше всего хранимого храни сердце твое. Но мы с вами давайте посмотрим на слова Христа и увидим вначале, что то, что говорит здесь Господь в этом стихе, это вердикт. И это, наверное, самое серьезное, я бы сказал, предостережение, если даже не обвинение. Предостережение для всех нас. Это истина, которая помогает очень сильно, если мы принимаем ее с искренним сердцем. Потому что новое сердце человек не сможет приобрести, если он не согласится с этой истиной. Если он не примет это как аксиому для себя, как факт. То, что наше собственное сердце, оно может быть источником зла. Нет предела этому злу. Я слышал такое, что президент Филиппин назначил 100 тысяч долларов за поимку одного из наркобаронов, а тот, в свою очередь, предложил 450 тысяч долларов за голову президента. Вот такое бывает. Нет предела человеческому растлению, злу. И порой, когда слышишь подобные вещи, думаешь, неужели такое может быть? Все может быть в жизни. Почему? Потому что глубина вот этой пропасти, вот этой мерзости, в которой человек может погружаться, она очень-очень бездонная. Сердце – это не веточка, которую можно отрезать как-то. Сердце – это не такой орган, который можно вот так, знаете, подмазать, подлечить, преобразовать. Сердце – оно не подвластно тому человеческому, лучшему человеческому, которое вообще человечество накопило сегодня, культура, образование, для того, чтобы его изменить. Те грешники, отъявленные, которые открыто грешат и открыто заявляют об этом, не стесняясь греху, не стесняясь тому, что они делают, они делают это, они выставляют это на показ. И сегодня, в последнее время особенно, есть масса возможностей для того, чтобы человеку окунуться в грех, мир греха, социальные сети, интернет и все то, что есть в этом мире, так много возможностей для человека. И в то же самое время люди, которые, может быть, имеют высокое образование или статус, или деньги, они могут изысканно грешить, предаваясь греху. Сердце, если человек любит, то написано, он любит сердце. Сердце такое, такой орган, наша суть, которая верит. Если человек верит, то он верит только сердцем. Ни головой, ни мозгами, ни логикой, ни умозаключениями, ни аргументами собственными, ни опытом, но сердцем. Часто мы слышим друг от друга, я чувствую, что так нужно, так должно быть. Мы верим сердцем. Бог сотворил нас так, чтобы мы веровали сердцем. Если мы любим, то мы любим сердцем. И одна из главных проблем людей сегодня – это идолы. Но мы заменили это слово идеалами. Идол может быть что угодно. Если раньше люди поклонялись изваяниям, истуканам, деревянным, серебряным, железным, то сегодня мы можем поклоняться вещам, мы можем поклоняться образу жизни, спорту, мы можем поклоняться, так скажем, вещам, которые мир назвал, хорошие вещи. Мы предаемся этому. И вот это идолопоклонство, оно уводит нас от Бога, от того, который создал нас. Мы созданы, чтобы Ему поклоняться, Его признавать, Его истины, Его Слово, Его чтить, восхищаться им, Его созерцать. Но люди уклонились от этого, и поэтому сердце человеческое стало таким. Поэтому сегодня я бы хотел вначале вот посмотреть на вот то, что говорит Иисус в этом стихе не с тем, чтобы смутить нас, а посмотреть на вот этот вередикт сначала, а потом мы посмотрим, какие истины вообще следуют из этого факта. Что следует из того, почему Иисус сказал это, почему Он открыл нам с вами сегодня, что источником зла является наше сердце. Конечно, мы сегодня научились обвинять мир, других людей, дьявола, все, что угодно. Но смотрите, что говорит здесь Господь. Из сердца исходит убийство, то есть там, первая причина греха там, в сердце. И вот, к примеру, что здесь, что упоминает Он здесь? Он говорит сначала о злых помыслах. Почему-то люди не так придают этому значение, они, мы привыкли придавать видимой части больше значения всегда. Мы идем в церковь, нам нужно внешне причесаться, что одеть и так дальше. А то, что внутри, мы научились так прятать. И нам кажется, что злые помыслы, это же не такое большое зло. Это то, что, в принципе, видит, если Бог видит, ну, Он видит, ну, наверное, не всегда. А дела, ну, да. Вот это для меня грех. Мы сами провели черту себе. А вот злые помыслы, Библия говорит, это тоже, что и дела. Стой, подожди, ну как дела? Неужели ты хочешь сказать, что Бог будет судить нас за злые помыслы? То, что я подумал, но я же это не сделал. Да, увы. Дорогой друг, я должен тебя разочаровать. Бог будет судить за злые помыслы точно так же, как и за дела. Потому что неважно, воплотили ли мы эти мысли, мечты, свои какие-то, то, чему мы предавались, но от этого вина не уменьшается в глазах Божьих. Это грех, это зло, которое внутри. Мы не дали Ему вырваться, мы не дали Ему, даже не мы, а может быть тот закон, который удерживает нас. Потому что природа человеческого, развращенного, греховного сердца такова. Это, как знаете, буйная лошадь. Вот узды, ей вставили узду, и все, что ей не дает выйти из-под контроля, это узда. Вот точно так же мы ходим, мы понимаем, что есть уголовная ответственность, есть законы, которые нас сдерживают. И человеческое естество, оно подобно тому, что находится в клетке, за клеткой закона. И закон удерживает нас от многих вещей, просто удерживает. Если бы не закон, то, знаете, эта буйная лошадь, если бы она сорвалась, знаете, мы пустились бы во все тяжкие. И мы вместе с этим миром говорили, бери от жизни все. Но человеческая суть из-за страха, из-за того, что у нас еще мозги присутствуют, мы из-за страха, наказания удерживаемся от многих вещей. И поэтому, если только открыть эту темницу, все. Я думаю, что мы, наверное, наблюдаем порой такую картину, что многие люди, которые вот, вот они жили, и смотришь, вроде такой тихий, спокойный человек, вроде ничего такого, но с ним как будто что-то случается, и он, если предается греху, то просто с головой. Это то, что касается помыслов. Поэтому помыслы, которые в нашей голове, которые в нашем сердце, мы ответственны. Почему? Потому что Библия так говорит, что Бог смотрит на помыслы человека. И помните, в книге Бытие, когда Бог пришел, посмотрел, что их помыслы во всякое время было что? Зло. Они в сердце убивали, они в сердце завидовали, они в сердце лгали, они в сердце там, в потьмах пролюбодействовали, они в сердце там делали зло. Поэтому это зло пред глазами Божьими. И дальше Господь говорит об убийствах. Он говорит, убийство – это то, что из сердца исходит. Это проявление тоже беспричинного гнева вроде, но убийство, Библия говорит, убийство – это не просто физическое зло, криминал, но убийство – это сколько людей, которые сидят дома в семейном очаге, они языком своим ранят, убивают друг друга, злословят, проклинают. Недавно кто-то говорил, когда женщина ходила, проклинала всех, кто приехал в церковь на машине. Убийство. И Бог говорит, Священное Писание говорит, всякий напрасно гневящийся, и причина – гнев. Но если посмотреть глубже в корень убийства, это нарушение первой заповеди. Это не любовь к ближнему и к Богу. Потому что человек не может совершить убийство, если он любит Бога и ближнего. Даже в сердце. То убийство, которое Библия называет «гневаться напрасно на брата», это уже пролебодеяние. Он говорит о пролебодеянии. Почему пролебодеяние? Вы, наверное, смотрели в деревне, когда есть, я помню, когда пас коров, и в Украине, когда очень жарко, и когда я приводил домой коров, у нас всегда стояли такие полные ведра воды. И мама всегда нам говорила, смотрите, чтобы вечером, когда корова возвращается, чтобы эти ведра были полными всегда. Потому что, как правило, когда перед тем, как зайти в стойло, корова выпивала все эти ведра. Почему корова пьет воду? Почему вол пьет воду? Потому что жаждет. Почему люди пролебодействуют? Потому что это их жажда. Это их страсти. Это их похоти. И это в сердце. Это в сердце. Это жажда удовольствия. Жажда похоти. Вот источник. А люди как объясняют это? Это недостаток любви. Вот я рос мамой. Вот меня там били палкой. Меня вот это было, вот это было. Поэтому я стал таким похотливым. Поэтому я стал таким блудливым. Вот разное объяснение находит. Но это жажда удовольствий. Кражи. Это тоже нарушение заповеди. Той же заповеди. Почему люди обкрадывают друг друга? Если бы мы любили ближнего и Бога, мы бы не крали. Мы бы не продавались этому греху. Ложное свидетельство. Почему, опять же, почему люди лгут, они лгут в угоду себе, обвиняя кого-то? Вот у меня проблемы, потому что она такая, жена такая. У меня проблемы, потому что вот он такой. Если бы он изменился, и это сердце, это на первое место я, а ближний на втором плане. Знаете, вот летом в таких местах, вот у меня баня, я иногда подхожу, и усы, замечаю, усы летают, думаю, точно где-то здесь гнездо. Начинаю смотреть, смотреть, и понимаю, что где-то вот у них там, знаете, под крышей, вот они находят себя и точно убеждаясь, смотрю, там, где больше ос, там наверняка гнездо. Я думаю, многие из нас в этом убедились. Вот точно так же грехи присутствуют, знаете где? Вот присутствуют там, где развращенное сердце. Потому что источник греха. А почему же так? Потому что такова его природа. Такова его природа греховная, человеческой сути, греховная природа. И человек не может это изменить. Это точно так же, когда вы смотрите, рождается, допустим, смотрите, яйцо, куриное яйцо, там курица, но из яйца вылупляются не только куры, но и крокодилы. Ну, у нас тут, слава Богу, они не вылупляются, у нас их нету, но крокодил, насколько я знаю, когда он вылупляется с яйца, он начинает жрать все, что попадает ему на глаза. Как так? Он только вылупился, и он начинает уже скорлупу кусать. Почему? Его природа такова. Вы, наверное, видели, как некоторые смельчаки могут выращивать у себя медведя, взращивать тигра. И мы порой смотрим так со страхом, как они играют с медведем, с тигром, но в один момент может случиться что-то такое непоправимое, когда этот медведь или тигр, он вдруг увидит в человеке еду. Это его природа. Почему собака кусает? Почему она лает? Почему она злится? Это природа собаки. Я думаю, вы знаете историю в Библии Азаила. Был такой человек, который стал царем и который для Израиля стал палкой, стал бичом. В 4 книге Царств 18 глава, простите, 8 глава, 11 стих. Когда Елисей встретился с ним, здесь написано 11 стих, и устремил на него Елисей взор свой. И так оставался до того, что привел его в смущение и заплакал человек Божий, то есть Елисей. И сказал Азиил, «А чего господин мой плачет?» И сказал он, «От того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло. Крепости их придашь огню, юношей их мечом умертвишь, грудных детей убьешь, беременным женщинам у них разрубишь». И сказал Азаил, «Что такое раб твой, пес, чтобы мог сделать такое большое зло?» И сказал Елисей, «Указал мне Господь в тебе царя Сирии». Елисей встречается с неким Азаилом, и он говорит, заплакал. И Азаил посмотрел на него и смутился. Говорит, «А что, человек Божий, почему такая вот реакция?» И тот говорит, то, что ему Бог открыл. Говорит, что ты принесешь много зла, ты убьешь, проливешь много крови, ты сделаешь много зла. И что он отвечает? Он говорит, «Ну, неужели я собака, чтобы сделать это?» Но заметьте, потом в истории вы увидите, что Азаил, как только стал царем, он сделал все то, что Елисей пророчествовал ему. Смотрите, в этот момент, когда Елисей открывает ему, он называет огромным злом, на которое способна собака, дикий зверь. То есть, он признает, что это, ну, вообще-то не вкладывается как-то. Но он не знал о том, что в нем действительно есть этот потенциал зла и греха. Он сам не знал, не ведал о том, что как только он обличется во власть, как только он станет царем, весь этот потенциал греха, он выльется. Мы порой видим, как люди, может быть, ну, конечно, они в такой степени делают зло, но как только они выходят под контроль родителей, они становятся независимыми, они начинают делать такие вещи, от которых мы плачем потом. Потенциал зла. Но дальше, когда он все это начал делать, он впоследствии с этим соглашается и, в принципе, примиряется с этим злом и делает это. Мы начинаем задумываться, думать, Господи, неужели, а почему это? А может быть, причина греха невежества одинаково? Образованные люди грешат, невежественные люди грешат, ничто, ни ученость, ни культура, ничто не может обуздать грех. Природа греха такова. Детей мы не учим грешить. Они уже рождаются и говоришь, особенно, когда ты налагаешь на что-то запрет, говоришь, это не делай, обязательно начнет это делать. Плеваться нельзя, смотришь, плюется. Не лезь в резетку, смотришь, он уже в резетку залез, уже. Он еще говорить не умеет, но в нем уже эта природа проявляется. в резетку. А как же народы, которые мы называем христианскими народами, а как же вот, вы знаете, хочу спросить, а вы думаете, христиане не грешат? А почему, вы зададите вопрос, почему христиане грешат? Они же вот к Богу пришли, у них же Библия в руках, они же читают эту Библию, там же написано, что из сердца исходит. Почему грешат? Да потому что те, многие, которые называют себя христианами, их христианство заключено во внешности. И как у нас принято говорить, просто в религиозной форме. И внешность это не прическа, это не костюм, это даже не выражение лица. Внешностью может быть то служение, которое я несу. Вот если у нас в семье распад, если семья рушится, если мы в ссоре там с мужем, с женой, если мы грызем друг друга, съедаем, и мы думаем, что вот мое служение, то, которое я несу, это будет Бог смотрит на меня через служение, и как-то вот мы ошибаемся. Бог не принимает такое служение, Он смотрит в наше сердце. Он смотрит на то, что у нас нету мира, и мы не способны примириться. Мы горды, мы обижаемся, мы или обижаем, или раним друг друга. И мы будем сильно ошибаться, друзья, если мы, служение будет для нас как ширма, хожение в церковь, чтение Библии, или даже молитва, если мы сердцем своим что-то что-то не сделаем. Пока Божий Дух не коснется, пока Он не даст нам, есть такая истина, великая истина, которая просто, как я сказал, вытекает из того факта, о котором мы говорим, это новое сердце, о котором говорит Бог. И как вы думаете, если Бог говорит о новом сердце для человека, если Он открывает новую великую истину, если Он увидел в этом необходимость. Для человека есть какой-то другой выход? Есть какое-то другое решение? Если Бог говорит, нет, операция не поможет, трансплантация надо, надо новое сердце. Если Писание говорит, вложу в них, дам им новое сердце и новый дух вложу в них, есть необходимость нам заниматься тем, что мы многие годы делаем, занимаемся, пытаемся менять друг друга, лечить друг друга, учить друг друга. Некоторые так учат друг друга всю жизнь, что они настолько стали, привыкли учить, об этом словом учить, я говорю, пилить, долбить, внушать друг другу, что как будто только они претендуют на эту вот должность, и они уже сами не способны научиться, но они настолько привыкли в этом пребывать, может быть, они кайфуют в этом, я не знаю, но они настолько в этом привыкли, они не видят выхода на себя, а проблема в новом сердце. Господь говорит о новом сердце должно вам родиться как свыше. Поэтому религия, шерма, видимость, ученость это я называю мать тайных грехов, потому что религиозные люди они тайно грешат, не в открытую. А тайные грехи это знаете как вот когда человек попадает в аварию он разбивается мы видим эти внешние признаки травм переломы все травмы несовместимой жизнью и увы человека нет но есть как американцы называют болезнь сердца они называют вот много людей умирают от гипертонии высокого давления они называют тихие убийцы когда человек умирает раз он лежит и ничего не увидишь и не поймешь потому что внутри вот так же тайный грех если он есть он свое дело сделает обязательно даже не сомневайтесь в этом но он присущ религиозным людям которые имеют маску ширму у меня служение то что я там долблю своих это ничего у меня есть служение я должен быть церковь и мы думаем что Бог смотрит нас через это нет в ад можно идти в красивых нравственных одеждах имея служение почет уважение и можно идти в лохмотьях безнравственности как угодно поэтому природа этого сердца такова что начинаешь запрещать еще больше хочется делать помните Павел Римлян нам писал то чего не хочу делаю а чего хочу не делаю и как только запрет появился заповедь появилась не пожелай раз и внутри пожелания что такое вроде заповедь и мы начинаем говорить Бог но если бы не твоя заповедь у меня бы и пожелания не возникло а как только ты сказал что это нельзя запретный плод я почему-то это сильно захотел и мы начинаем говорить что заповедь нет заповедь святая остается святой и она служит к жизни и она ведет нас к благочестию но вот знаете вот реакция вступает я сварщиком работал я знаю когда-то использовали ацетилен знаете вот был такой ацетиленовый генератор вода и карбид бросаешь карбид воду вода холодная она начинает греться и выделяется газ точно та же реакция как только заповедь появилась и наша плоть наше все греховное начинает подниматься восставать бунтовать против Бога ты Бог кто такой чтобы мне указывать я хозяин своей жизни я буду жить так как я хочу вот и пошла реакция ропот и помните Иисус говорит о богохульстве хулении что не признавать Бога своим творцом и говорить кто ты такой будешь ли ты мне говорить что делать я хозяин своей собственной жизни не ведая о том что самое страшное для человека это быть хозяином своей собственной жизни быть предоставленным самому себе вот когда мы смотрим детей которые предоставлены сами себе родители там не занимаются нам больно на это смотреть вот тот же самый взрослый человек без Бога он похож на такого ребенка который идет по улице делает что хочет пинает собак кошек там берет тянет себе в рот все что там валяется какие же истины знаете возникает сложный для нас вопрос если природа человека такова которую мы не можем изменить если человеческое сердце является источником зла тогда возникает вопрос господи а как так что ты вот нас получать ты же святой праведный ты нас сотворил такими может ли быть нечистый от святого может ли быть что такой великий всемогущий Бог но нас создал и мы оказались заложниками своих собственных похотей удовольствий грехов и так дальше возникает сложный вопрос и я скажу если вы будете искать для себя ответ где-то там кроме священного писания вы не найдете не потому что какие-то ложные нам предлагаются мнения а потому что только Библия отвечает на это и вы все знаете хорошо историю грехопадения и это история не только грехопадения человека но вообще во вселенной грехопадения как произошло если ангелы те которые мы Библия называет падшими ангелами они стали это по своей воле они решили сбунтоваться против Бога то человеческое грехопадение произошло вы знаете как Адам был искушаем с Евой и они согрешили и в нем в Адаме согрешили мы все мне кажется что дьявол очень хорошо разбирается в генетике потому что он видел и предвидел что упадет Адам в Адаме все мы с вами во всех поколениях падем и придем к состоянию такого сердца которое я вам описал сегодня и вот это грехопадение Библия называется что это с одной стороны беда это большая беда но человек мы мы рождаемся таким мы не выбирали это поэтому Бог в своей милости и любви и благодати послал Иисуса Христа своего Сына чтобы мы приняли Его благодать милость прощение Его кровь чтобы мы получили новую природу от Бога чтобы мы получили это новое сердце о котором я уже упоминал сегодня чтобы мы получили это новое естество почему я говорю что когда человек начинает понимать что он нуждается не просто в образовании не просто поменять место жительства не просто там поправить свое здоровье или получить какое-то воспитание лучшее нет он нуждается в новом сердце в новой природе Божьей природе о которой так много говорит Священное Писание о которой так много говорит апостол Павел поэтому Библия нас убеждает и Бог через послание очень открыто и ясно говорит что человек нуждается в новом естестве в новом сердце очень сильная вещь генетика я помню с детства у нас я жил там знаете в поселке и улица так просматривалась далеко и знаете в поселках там не так много людей ходит но там был такой дядя Юра у него был сын Вова у них было две особенности первая у них была походка такая очень странная ее невозможно было повторить и они оба были алкоголиками что дядя Юра что Вова пили очень сильно и когда я так иногда выходил на улицу смотрю там идет человек пьяный я не мог смотрю по походке понимаю что это кто-то из них идет либо дядя Юра либо Вова его сын то есть настолько они были похожи они пили одинаково ходили одинаково грошили одинаково они очень похожи то есть вот вам генетика греха вот мы рождаемся и все мы унаследовали с этим ничего не сделаешь это факт с этим это нужно принять эту ясненно Иисус говорит из сердца исходит мы унаследовали поэтому мы нуждаемся в том чтобы Бог дал новую природу мы мы пали в Адаме не по своему выбору это мы сделали поэтому Бог милостиво дает нам великий дар спасения в лице Сына своего Иисуса Христа и поэтому Библия говорит о чистом сердце Давид когда принял это откровение что ему нужно новое сердце он часто говорит это в псалмах многие это не видят взять просто 50-й псалм когда он согрешил он говорит хотя он уже был царем помазанным он говорит Господи сердце чистое сотвори вам он видел в этом нужду говорит Господи дай мне новое другое сердце я не хочу вот иметь такое сердце дай мне новое чистое сердце которое не будет вот знаете новое чистое сердце оно ненавидит грех а старое сердце оно находит удовольствие для себя в грехе удовольствие в том чтобы кого-то унижать обижать удовольствие в том чтобы блудить удовольствие в том чтобы красть удовольствие человек находит в том чтобы делать какие-то вещи а новое чистое сердце ненавидит грех страх Божий – ненавидеть грех. И вот чистое сердце, которое Бог дает, нам следует его обрести. Как мы можем его обрести? Мы с вами верующие знаем, что только благодаря милости Божьей, благодаря жертве Христа, потому что ничто, кроме крови Христа, не может обновить нас, дать нам новую жизнь, новое сердце, новое естество, дать нам новую природу. Это не значит, что мы не будем грешить. Да, мы будем, но мы будем ненавидеть грех. И у нас остается тот же источник благодати Господа, Его кровь, Его милость и благодать. И мы снова приходим и открываем Богу, говорим, Господи, я вот ненавижу эти вещи, которые во мне есть, я их осуждаю. Господи, избавь меня. Мы отпрыгиваем от греха, мы бежим от него. Помните, как Павел писал, бегайте, блуда. Если ты не бегаешь блудом, но он тебе нравится, ты блудишь тихонько, но не там, но в мысли где-то предаешься этому, но это в сердце. Но новая природа, она никогда не даст тебе того, чтобы ты наслаждался грехом. Ты будешь, сердце твое будет болеть, оно будет кипеть, оно будет реагировать. Не только совесть, но все твое естество будет ненавидеть. Ты всем сердцем будешь ненавидеть грех. Потому в Библии так много говорится о том, что ненавидеть грех – это страх Господень. Страх огорчить Господа – это страх Божий, потому что Бог ведет. Это то, что касается тайных грехов. Самое важное вообще в христианстве, наверное, вхождение в чистоте сердца, ходить в чистоте перед Богом и здесь, и дом. Как кто-то из братьев рассказывал, что вот, по-моему, на мужском служении Александр Викторович упоминал, что вот где-то в армии там мусульмане, христиане, знаете, есть, в армии всегда ходится, и там посылка пришла, и там сало. И вот ночью раз, а, Аллах не видит, можно и сало чуть-чуть. Я надеюсь, друзья, что мы понимаем, что и здесь, и там, и дома, и где мы в машине за рулем, Бог нас точно так же видит. И присутствие Божие – это не то, что в моих чувствах, но Библия говорит, очи Его обозревают всю землю, чтобы поддерживать их, все сердце вполне предано Ему. То есть Бог поможет нам в нашей борьбе с грехом обязательно. Он освободил нас от наших врагов, но не от наших друзей. До тех пор, пока я грешу, и мне нравится грех, и я в обнимку с грехом, Бог, ну это твой друг, помочь ничем не могу. Но как только я начинаю воевать, сражаться с грехом, Он начинает мне помогать в этом. Я думаю, достаточно сказал. И я думаю, что достаточно мы увидели, какие истины следуют с того, что касается нашей испорченности. Не будем же, друзья, роптать на Бога, друг на друга. Давайте будем копаться в своем сердце, как Павел говорил Тимофею, исследуйте сами себя, пребывай в этом. Исследуй сами себя. Верили вы? Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно. Что значит вникать? Это не просто какой-то религиозный обряд. Вот сесть так красиво, открыть Библию, почитать с утра, потом выпить кофе, потом так помолиться, церемония. Нет. Это означает, читаешь Библию, и говоришь, Господи, ой, у меня столько еще. Господи, зеркало. Библия, зеркало, которое отражает не нашу просто внешность, не наши прыщики на лице, но он отражает наше сердце. Ни одна книга в мире, ни одно учение, никакая нравственность не может это сделать, кроме Священного Писания, отобразить то, что там спрятано за ширмой. Поэтому пусть Бог нам поможет быть искренними самим собою, искренними с Ним. Вот наше участие достойное в этой заповеди, когда мы искренними. Почему об этом апостол Павел говорит Коринфянам, то, что мы читаем каждый раз. Почему мы читаем эти главы каждый раз, 11 главу Коринфяна, где Павел говорит, я обращаюсь к 11 главе, 1 Коринфянам, где он говорит о чаше Господне, он говорит, от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил, сказал, примите, едите, это есть тело мое за вас ломимое, это творите мое воспоминание. Та же чашу после вечеря сказал, эта чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сие или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть съест от хлеба, сего пьет из чаши сие, ибо кто есть и пьет недостойно, есть и пьет в осуждение себе, не рассуждая теле Господне. Из контекста меня больше всего останавливает мое внимание, захватывает мое внимание, больше всего меня напрягает в этом месте Священного Писания, 28 стих или 27, кто будет есть и пить недостойно. Я сразу начинаю думать про себя, про свою жизнь, про свои грехи, про свои отношения. Господи, как страшно оказаться, чтобы вот участие мое было недостойным, то есть лицемерным. Получается, что я протягиваю руку к святыне, а жизнь-то неупорядочена, сердце неупорядочено. И вот это и есть проблема. И нам нужно, друзья, быть искренними, чтобы нам не быть в этой категории людей, которые не заботятся о своем сердце, о своей душе. Что толку ходить в церковь, одевать религиозный какой-то, устраивать маскарад, но если сердце, нету мира с Богом, с ближними, если сердце осуждает нас, Иоанн говорит, тем паче Бог. Почему? Потому что Бог больше нашего сердца. Бог больше, чем наша совесть. Совесть уже устала с нами бороться, она уже начинает молчать, а Дух Божий, Он так любит нас, больше, чем мы сами себя. Он будет продолжать стучать, несмотря на то, что мы еще брыкаемся, а Он стучит, говорит, слушай, давай попробуем, давай новую жизнь. Так говорится много о новой жизни в Библии, о новом сердце, измененном, преображенном, сердце, которое любит Бога, которое хочет учиться любить ближнего. Оно об этом думает день и ночь. Как мне научиться ходить в любви? Как мне научиться в этой ситуации простить? Оно не предлагает тебе решений окольных, новое сердце, легких, может быть, сложный, но правильный, Божий путь. Вот есть заповедь Божья, следуй. Прости человека. Вот есть Божья заповедь, следуй. Кротость. Что такое кротость? Изучи. Это не слабость, а это, оказывается, сила. Большая сила. Круткий язык ломает кости. И молчание больше человеку всегда приводит пользы, чем когда он говорит. Поэтому Библия говорит, немногие делайтесь вчителями. И так много об этом Соломон говорит. В этом жизнь, это благочестие в этом, в этом благословение, в этом сила человеческой личности, в этом сила человеческих отношений. И Бог ничего плохого нам не предлагает через свои заповеди. И когда он видит вот это желание внутри вот этого нового сердца, о, Господи, я хочу научиться. То есть ты не оспариваешь заповедь Божья, а почему так, Господи, я должен прощать? Это еще то сердце. Оно задает глупые вопросы. А новое сердце говорит, Господи, а как мне вот простить? Простите. Вы видите разницу? Оно не говорит, а почему я должен первой, первая подойти? А что это я? Так он же меня обидел, он же сказал, он же там ляпнул, а я должна идти. Нет, это старое сердце, это старая, природа. Новое сердце. Господи, как мне примириться? Блаженные миротворцы. Не написано блаженные, которые вынашивают свою обиду, культивируют, кормят ее, взращивают, клубок наматывают там. Блаженные миротворцы. А миротворцам легко, тяжело, им тяжелее, чем кому-либо. Но они получают благодать и силу тому, чтобы строить отношения, чтобы приобретать людей, приобретать души. Аминь. Господи, помоги нам в этом. Друзья, я не хотел никого обидеть, оскорбить. Я знаю, что каждый из нас в этом собрании, мы с вами на пути, но нам нужно об этом говорить. Нам нужно исследовать, нам нужно в это вникать, нам нужно к этому стремиться и достигать. И поэтому, я думаю, что, может быть, кто-то сегодня радуется, слыша это, а кто-то, может быть, задумался. Но я знаю, что печаль ради Бога, она производит истинное покаяние. И если я этим посланием даже кого-то немножко опечалил, я думаю, что вам, дорогой друг, принесет это огромную пользу и плод в твоем хождении перед Богом. Поэтому благослови вас, Господь. А сейчас я призываю вас к молитве, мы помолимся и будем участвовать в Божьей заповеди. Пусть Бог каждого благословит. Давайте будем об этом молиться, рассуждать, вникать в себя, в учение, заниматься этим постоянно и будем участвовать в Божьей заповеди. Отец и Бестный, мы благодарны Тебе за Твою благодать, за милость, Господи, за то, что Ты открываешь нам Свои пути. Господи, мы устали ходить Своими путями, мы устали, Господи, делать те вещи, которые не приносят нам никакой абсолютно пользы. Господи, но Ты указываешь нам Свои вечные источники, святые источники, Твоих великих истин, драгоценных, святых заповедей Твоих, Господь, Твоего простого слова, которое сегодня так много открывает нам благословений, жизней, потоков Твоей благодати. Пусть наши сердца сегодня будут такими, чтобы мы могли принять Твою истину, чтобы мы могли нашу жизнь привести в то правильное соотношение, Господи, чтобы нам не бояться ходить при Тобою, не бояться Твоего присутствия, но чтобы нам искать Твоего присутствия, чтобы нам не страшиться того, что Ты увидишь, но чтобы мы бежали к Твоему престолу. И даже когда согрешаем, Господи, но мы, Господи, понимаем, что мы абсолютно полностью зависим от Тебя, потому что только Твоя кровь может нас очистить, спасти, омыть, оправдать, очистить нашу совесть от грехов, от наших беззаконий. Господи, Ты видишь, может быть, моих друзей кто-то молится и просит себе это новое сердце и новую жизнь. Господи, помоги испытать это в полной мере. Пусть Твоя благодать коснется. Исцели, Господь, раненые сердца. Исцели тех, Господь, и восстанови тех, кто измучен. Ибо Твое Слово говорит, и молодые люди, они ослабевают и падают, но надеющиеся на Тебя подымут крылья, как орлы. Пойдут и не утомятся, потекут и не устанут. Боже, пусть благодать сегодня, Господь, пусть тот труд, который Дух Святой совершает в нашем сердце, в нашей жизни, он продолжится. И помоги нам позволить Тебе, Дух Святой, я молю Тебя, исцели, Господь, каждое сердце, восстанови. Господи, веди Твоим путем, направляй нас, освяти, очисти, Господи, и дай новое сердце тем, кто в нем нуждается. Особенно прошу Тебя, прошу Тебя, Господь, Дух Святой, пусть Твой небесный свет прольется на жизнь каждого. И мы признаем, что мы нуждаемся, Господь, в Тебе, в Твоей благодати, в Твоей силе. Мы, Господь, сегодня говорим, что мы не можем без Твоего Слова. Мы не можем без молитвы, без церкви, без друзей, братьев, сестер. Мы не можем, нас не устраивает жизнь какая-то двуличная. Господи, благослови, очисти, освяти и прославься, всемогущий Бог. И пусть наше участие сегодня будет достойно. От всего нашего искреннего сердца прими хвалу и благодарность. Честь и хвала Тебе, нашему Богу во веки. Аминь. Слава Господу. Пусть Бог благословит каждого, кто сегодня пришел. Вы ищете Господа, ищете Его всем сердцем. И Бог благословит вас в этом. И ваше участие. Поэтому, те, кто в Сленной Церкви приняли водное крещение, вы сегодня здесь, чтобы участвовать в Хлебоподламнении. Участвуйте. У меня просьба, когда будете брать хлеб, а он находится в таких специальных... Берите вместе, чтобы... Это все для удобства. Вместе с этим пакетиком берите хлеб и очень осторожно, не спеша участвуйте. Благослови Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...